Киберкобра на связи! Если ты молодой поц, хочешь получать деньги из сепей сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из инстаграма и сливать на сепей сети. И ты станешь богат, мой друг! Лайф. Я сегодня зачистила. Видишь, как-то днём, видимо, больше людей. Мы встретились с Тиной, встретились и решили, давно не виделись, надо зайти в перископ. Сначала я вышла. У тебя веще 100 хотя бы. Вообще 20 человек. Тина обиделась, потому что никто не заходит и не смотрит её трансляции. Покажи волосы. У меня такой пуф на голове, что тут нечего показывать, на самом деле. В общей картинке вроде ничего, на самом деле не очень. Видели вчера мою мамочку в классе. Ты шестой? Пиджака, да. На меня 34-й типа налазит, но в нём нереально двигается, это типа как этот, понимаешь, робот. Носик, да, иногда, когда я крашусь, корректирую, потому что он у меня широкий. О, посмотри на мой нос, широкий. Вот у меня широкий, у неё не широкий. Да что ты рассказываешь? А ты что? У меня широкий нос, его надо подмазывать, понимаете? Кстати, есть такая классная штука в снапчате. Там есть фильтр, который тебе уменьшает лицо и уменьшает нос. Вы видели? Там вообще реально, ты просто смотришь в камеру, фоткаешь себя, и ты уже красивый. Привет. Тина, ты будешь делать нос? Она хочет сделать нос, но я считаю, что ей не надо делать нос. Надо-надо, я просто боюсь, я очень хочу. Я уже сегодня выхожу четвёртый раз, вы соскучились по мне, а я четвёртый раз уже выхожу сегодня. Вот так вот. Томфорд, тональник у меня. Блин, да, жалко, что у нас с тобой разный цвет. Спасибо большое. Я бы тебе дала тоналку Томфорд, если купила, она мне вообще не подходит. Может, я загорю очень сильно где-то, и ты мне её подаришь. Что, моя любимая тоналка? Предыдущая, она по текстуре разная ткань, но они постоянно меняют, понимаете, там, то гладкие, то текстурированные, то просто матовые. Да, у меня типа, ну, зимни были такие. Мне больше как раз нравился такой, как у Тины, текстурированные. Но, увы, я... Мне белые нравятся текстурированные, он такой красивый. Мне белые и бежевые больше всего. А бежевые, обычные, гладкие, вот как у меня белые, есть сейчас бежевые, он мне вообще не нравится. А вот текстурированные, как у тебя, офигенные, очень красивые. Я сделаю так, чтобы у нас было видно двоих. Правда, у меня такое плохое зрение, что я не особо не... То есть у тебя носик с фоней делала пластику. Девочка, к сожалению, пластику я не делала. К сожалению, Раба. К сожалению. Я в шоке, Анечка. А тот пиджак у тебя, у меня 36-го размера пиджак. Вот. Под носиком это у меня блестит мой тамфордовский этот, как он называется? Хайлайтер. Хайлайтер. А у меня маковский хайлайтер. Классная штука. Белый такой, крем, чего-то там. Да, я даже не видела у тебя. Она купила мне столько всего, а я не пользуюсь. Если бы у меня была маленькая грудь, я бы увеличила. У меня просто нормальная своя грудь, поэтому я не увеличила. Но когда я рожу деток, я по-любому сделаю грудь. Тонкий идет, да, который тонкий. Я вообще люблю все такие полупрозрачные тона. Луи. У Тины 38-й размер пиджака. Кстати, вот эти вот чуть-чуть больше мерят пиджаки, которые текстурированы. Она тогда могла взять 36-й. Да. Я тогда быстро мерила, потому что у меня была 2 сразу. Я не могла понять, какой мне надо. Я так быстро померила. Он не знал, что его удобно так на плечи. Когда я его накидывала, понял? Ну да. Вот. А этот вообще надо было брать, поэтому я хочу померить его 36-й. Вообще, видите, котина на стиле, на пиджаке, на кофте. Да, у тебя очень. Серьги. У тебя очень. Да, малышка. Не берет уроки стиля. А как мне пишут, покажи серьги сзади. Мое лицо. Да, я могу показать твои серьги сзади. А говорят, просто паленые, они идут как гвоздики, а не как эти, по-моему, понял? Они клипсами, типа гвоздиками. Спасибо большое. Мы классные и красные тут такое освещение. Я хоть подкрасилась, такая еще ничего. Привет от Тимура. Тимур, тебе тоже привет. Честно, любите. Кем работаешь? Кем я только не работаю, честно. У меня свое ателье. Отчего я кайфую, честное слово. Реально, я вот сегодня прям массу удовольствия получила, когда мерилась. Черные мне нравятся. Тут у тебя поклонники. Ладненько. Саша дома остался, он не захотел с нами идти, хотя я предлагала ему. Просто я тебя давно не видела, тоже хотели пообщаться. Что за кольцо? А как мы думали, что это вообще... О да, я думала, что я потеряла кольцо, оставила в солярии. Это было печально, потому что я им там угрожала в трубку, сказала, что мой муж приедет с ними разобираться, чтобы они разобрались со своей бочицей. А в конечном итоге нашла кольца дома. Мне было так стыдно, это кошмар. Я подумала на бедную борщицу, что она украла мои кольца. Я не могу сказать, если честно, ты говорила, я думала, я не знаю, я была на место. Да? Думали, что вас оставили, да? Блин, капец, мне было так стыдно, честно. Но я просто помню, как я... Ну, я позвонила, извинила, я говорю, я прошу прощения, больше я в тот солярий не хожу. Мне стыдно. Знаете, какие они? Да. Ой, ей вообще было все равно, честно, когда я с ней разговаривала по телефону, поэтому меня это очень сильно смутило. Она, ну, она такая, типа, ну, девушка, ну, я не знала, у нас вообще уборщица не смотрела на эту стойку, типа. Я говорю, так, давайте так, чтобы она вспомнила, типа, смотрела она или не смотрела. У вас же есть там все равно эти, камеры и так далее. У нее свое кольцо, она запереживала, да. Я так переживала, вообще, капец. Это было печальненько. Уже, короче, нам затыкают рты, понимаешь? Мы тут зашли и между собой общаемся. О, такая вот дела. У меня много-много лет. Уже не посадят вас, если что. В смысле? Ну, так говорят, знаешь, типа... А-а-а. Вот, ладно. Все, зашли покрасоваться, какие мы красивые, сидим тут. Ну, боже, зайдем. Это любовь. И...